Доброе утро. Доброе утро. Воскресенье. Воскресенье. Он поет все время. Он все время поет. Мило-мило. Все будет хорошо. Хефис, птица-перчи. Собственно говоря, мы сегодня обсуждаем тему, не ту, которую планировал заранее. Так получилось, что несколько дней назад я прочел некое открытое письмо, которое у меня очень неоднозначное, конечно, мнение. Но я что-то предложил обсудить. Господин Орлов с меня кинул кучу тухлых яиц после этого, сказал, что я дурак, обсуждать там нечего. Господин Хефис, вроде бы, высказал желание это дело все обсудить. Я очень люблю дурацкие темы обсуждать. В них истина проявляется быстрее всего. Самое интересное, что после этого очень много ее читал обсуждения в интернете разных людей по этому поводу, разные соображения. Ну, давайте сперва мы можем господина Орлова, который больше всего ненавидит, но тема попросим озвучить. О чем там, собственно, приоречие? Саша, во-первых, не картась, во-вторых, не спеши. Итак, открытое письмо. Президенту Российской Федерации Медведева. Таки да. Председелю правительства Российской Федерации Путину. Нет, нет. Председателя государственной думы Российской Федерации Грызлова. Башмак. И, наконец, министр образования Российской Федерации Фурсенко. Открытое письмо. Господин президент, господин премьер-министр, господин спикер, господин министр. Обратиться с открытым письмом к вам нас побудило приближающееся принятие федерального государственного образовательного стандарта для старшей школы. В этом документе очерчиваются общие контуры грандиозного образовательного здания, которое предполагается построить в нашей стране, а также прорисовываются отдельные частные его детали. Бес сидит в мелочах. Именно о них мы и хотим сказать. В стандарте, который должен быть рамочным регулирующим документом, не так много цифр. Именно поэтому каждая цифра притягивает взор. Четыре прописью. Четыре. Именно столько обязательных предметов предполагается изучать старшеклассник. Это Россия в мире, ОБЖ, физкультура, индивидуальный проект. Шесть прописью. Шесть. Именно столько образовательных областей объединило в себе все остальные привычные для школы предметы. Разум, получивший статус необязательно. Скобка. По выбору. Среди них двоеточие. Русский язык. Запятая. Литература. Запятая. Математика. Запятая. Алгебра. Запятая. Геометрия. Запятая. Информатика. Запятая. История. Физика. Химия. Биология. География. Точка. Один. Прописью. Один. Именно столько предметов из каждой образовательной области может выбрать ученик. В скобках. Впрочем, из одной любой области можно выбрать два. Это означает, что выбрать и русский язык, и литературу, или и алгебру, и геометрию, не говоря уже об информатике, или и физику, и химию, и биологию невозможно. Так написано в проекте «Стандарт». Наше крайнее недоумение вызывает факт такой перестройки учебного плана. Ни с какой точки зрения государству, заботившемуся о своем будущем, невыгодно. Объявлять предметом по выбору государственный язык, владение которым должно составлять основное, базовое умение любого гражданина. Объявлять предметом по выбору математику, представляющую собой еще один язык, без которого не говорит ни одна другая наука. И, наконец, объявлять предметом по выбору историю, без знаний которой нельзя ориентироваться в современном мире, осознавать свои корни и выстраивать стратегию жизненного поведения. И, наконец, для такой страны, как Россия, является не просто невыгодным, но и противоестественным отказ от обязательного изучения старшими подростками русской литературы, которая, по сути, и представляет собой Россию в мире и является для граждан страны основной безопасности жизнедеятельности. Кошмар. Напомним, в старших классах читают Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Тургенева, Островского, Гончарова, Лескова, Достоевского, Толстого, Чехова, Блока, Ахматова, Шолохова, Солженицына. Без изучения этой литературы и именно в том возрасте, в котором находятся старшеклассники, невозможно формировать ту личность, от которой так гладко и красиво произрастает стандарт. Откройте любую из целей образования в стандарте, и вы увидите, что ее нельзя достичь, если не читать книг, и не думать над опытом жизни людей с аккумулированным в литературе. Без глубокого литературного и шире эстетического образования не добиться ни умягчения нравов, ни осознания отношения к своей стране, сколько патриотизма, ни даже роста конкретно способностей государства в целом. Мы требуем от вас, как от руководителей страны, которые обязаны просчитывать риски от принимаемых решений, наложить вето на радикальное перекраивание школьной программы и перевода в статус предметов по выбору ее главной дисциплины. Мы требуем созыва представительного совещания педагогических работников страны, родительского сообщества и учеников для обсуждения вопроса о будущем образовании. Будущее образований – это будущее у каждого из нас и России в целом. Все? Все. Поаплодируем. Я тоже требую наложить. Хе-хе, накласс. Саш, ты требуешь наложить? Да. А ты? Не-не, я тихо. Накладывать будем вдвоем. Что хотел сказать? Для начала я хочу, чтобы господин Орлов сказал, что это обсуждать нечего, что вообще бумажку... Он прав. Да. То есть, пускай вот он и скажет. Так он уже сказал, обсуждать нечего, ерунда. Что говорить? Что заставляешь человека говорить, что обсуждать нечего? Нет, дело в том, что этот документ, он крайне странный. Он очень странный. Я знаю, что это так называемый второй стандарт. Над ним работал больше 10 рабочих групп. Представители Академии образования, Академии наук. И очень разные люди, в том числе весьма уважаемые мной, например, такие как известный психолог Александр Осмолов из университета, высказывались об этом документе. Разумеется, по-своему. Он, например, Осмолов считает, что образовательный стандарт, ну, может быть, не именно этот, а вообще стандарт, это такое некое... такое... какое-то генетическое звено, из которого произрастает все остальное. Меня крайне удивляет, что появилось деление на обязательные и необязательные вещи. Непонятно, чем это продиктовано. Это продиктовано тем, что в нынешней нашей жизни многие вещи типа необязательные. Уже не нужно знать хорошо русский язык. Мы об этом говорили в прошлый раз, о том, как снижается планка. Это все связано с... Да мы раза два говорили об этом. Ну да. Уже не нужно так изучать математику, как ее изучают, потому что менеджеру, в общем, менеджеру это не нужно. А начинается усиление патриотических штук за счет общеобразовательных штук. За счет общего интеллекта начинается имитация вот этих вот всех вот любви Родины. Но впервые, на мой взгляд, впервые это приобретает статус стандарта. То есть не просто разговоров, а чего-то такого законного, да, на чем будут строить образовательные программы школы страны. Потому что есть огромное количество людей в деревнях, в селах, которые не будут вдумываться в суть стандарта, а просто будут дальше пользоваться им, и все. И, значит, эти люди, их ученики будут изучать то, не что изучали они сами, не в тех объемах, а вот эти вот все вот штуки России в мире, ОБЖ, физкультуру, индивидуальный проект. То есть тебя все-таки ситуация пугает? Нет, ситуация меня пугает. Я просто, говоря, что здесь особенно нечего обсуждать, имел в виду, что это настолько очевидно, что это, мягко говоря, крайне вредный документ. И что это, в общем, настоящее преступление против личности. Ему ничего сказать. Нет, 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 я в этих его словах хочу занести протокол. Нет, просто какие тут могут быть дебаты? Это мог сказать Юр, это мог сказать ты, а мы просто выслушали бы это. Ну вот смотри, на самом деле, что я имею по этому поводу сказать? Самое интересное, что мне вот кажется, что в основе, я не знаю, так вот тысячи айтилей я не так глубоко знаю вот всех этих людей, которые составляли всю там программу, вот, мне кажется, в основе идея эта имела совсем другое значение, потому что на самом деле смысл некой профильного разделения, наверное, имеет место, да? То есть, наверное, ну, всем не нужно одинаково изучать биологию и математику, да? Мы все-таки, кому-то лучше углубленно в школе изучать именно математику, кому-то биологию, кому-то там русский язык и так далее. Все-таки, все равно, когда изучают средне все предметы, ни одного толком не получается. Может быть, все-таки изначально это был в этом смысл, просто он маленечко вылился в другую форму. Вот уже там все это, то, что мы сейчас видим, то, что мы сейчас обсуждаем, то, все это ОБЖ, там, и все остальное, которое забрало основы. Я просто не знаю, я фантазирую. Потому что, как таковое, я много где, когда разговаривал на тему образования, всегда поддерживал идею все-таки профильного разделения. То есть, как какие-то первых, там, несколько классов, когда-то было в России, это общее образование, как такое, там, классы до третьего, может, еще там, до четвертого, до пятого. А дальше, когда идут все-таки серьезные предметы, должно все-таки разделяться на гуманитариев, там, и так далее. То есть, кто-то более свойствен к аналитическому, скажем, так, мышлению изучает одни науки, и кто-то к естественным наукам другие, и так далее. Вот в чем, скажем так, может быть, была изначальная сущность, которая вылилась вот в нечто другое. Вот я так вот мыслил. Андрюш, я думаю, что ты прав. Я просто считаю, что здесь некий, то есть, не то, что некий, вполне определенный перегиб. Потому что, насколько я понимаю, старший школьник, это человек девятый, десятый и одиннадцатый класс. Я не уверен, восьмой ли тоже входит. Потому что, если восьмой входит, тогда это явный перегиб. Потому что до седьмого класса включительно, получается, нужно успеть разобраться с русским языком, как обязательной программой, с математикой, биологией. Я не уверен, что это возможно. Но я вот нет. Поэтому, я продолжу. Поэтому, я за то, чтобы была дифференциация обучения последнего года-двух. Но только года-двух. 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 Потому что все равно, человек, который в девятом классе уже представляет свое будущее, это крайне редко бывает. Нет, я думаю, даже вообще... Чтобы человек знал, что мы рождем в школе. Но это бывает. Но это крайне редко бывает. Я не верю в это вообще. Это единицы. Да? Значит, поэтому, уже только хотя бы поэтому, но даже если говорить о тех, кто это знает, кто уже, ну, хотя бы выбрал, что потом будет заниматься биологией, и поэтому, например, история ему нужна в меньшей степени. Она ему нужна в меньшей степени последние два года, а не четыре. То есть ты считаешь все равно, надо поддерживать полностью, полный набор, сколько предметов, которые были у нас раньше, да? До известного предела. Не так, как было, но не так радикально. Вот что меня беспокоит. Не так радикально. Это нужно делать. Я согласен, что должна быть дифференциация. Да, потому что у человека просто нет физически время изучать все. Редко Александр Македонский, все, как говорится, могут одновременно изучать хорошо, естественные науки и точные. Это очень редко бывает в одной голове. Да. Именно поэтому я обрабатывал за последний, может быть, год, ну, максимум два, когда вот начинается дифференциация. Но до этого нужно дойти. Так, вот тут хифис кряхтит. Не-не-не, у меня просто немножко перешит в горле. Сейчас же эпидемия сифи... Эпидемия гриппа. Ты видел это? Знаешь, что из-за эпидемии сифи... Из-за эпидемии гриппа закрыли первые классы на неделю. Ну, правильно, я бы вообще... Поэтому меня немножко перешит. Значит, можно, да? Нужно. Друзья мои, я часто езжу в Израиль. Вы это знаете? Нет, я не знаю. А мы там уже все знаем. Это вы знали, как это езжит? Да, все знают. Я очень часто езжу в Израиль. А я думал, в Магадан. Очень часто. Мне там очень нравится. Ну, просто очень. Как я люблю Израиль. А я там не разу не буду. Так вот, вот эта глубокая твоя, кстати, вот... Это вот червоточина, она в тебе видна. Ты не берешь. Значит, ты не даешь, я тебя не беру. Значит, как... Да, и там у меня очень много друзей. И они все жалуются, говорят, что происходит с израильским образованием. А что с ними происходит? Вот отвечаю. Первые 5-6 лет детей вообще не учат ничего. С ними играют в школе. Ну, это, да. Это, кстати, меня абсолютно поддерживают. Значит, с ними играют в школе, игрушки, никаких домашних заданий, никаких двоек. Нету, ничего нету. Нету, я поддерживаю двумя. Ничего нету. Все обращаются к учителю «ты». Ну, это, наверное, особенность иврита. Сидят кругом. Кругом, квадратом. Не знаю, как сидят. Короче, не учатся. Не учатся. Учиться их заставляют последние 2-3 года школы. Причем обрушиваются на них сразу резко. И очень быстро заставляют их выбрать специализацию. Вот куда ты идешь? Компьютеры и биология, например. Математика и химия. Русский язык и история, да? После того, как ты выбрал... Это в каком классе? В 9-10 классе. После того, как ты выбрал, тебя учат только этому. То есть человек, который, например, знает биологию, он вообще может понятия не иметь, понятия не иметь, что континент американский делится на Северную Америку и Южную. И это правильно. Это вопрос. Понимаете, да? То есть люди проявляют чудовищное невежество во всем, что не касается их узкой специализации. Говорят, что так же происходит в Америке. Не знаю, да? Вот. Теперь. Это первое, что я хочу заметить. Второе. Вот ты сказал ключевую фразу. Преступление против личности. Не знаю, как другие цивилизации, но наша иудохристианская цивилизация, западная, которой пока мы имеем честь по недоразумению себя представлять, себя причислять, развивается на протяжении моей жизни, стремительно развивается в условиях резчайшего подавления личностного начала и резчайшего возвеличивания массовой культуры с большой буквы Н и с большой буквы К. Что я имею в виду? Скажи, пожалуйста, Саш, тебе нравится облик современных машин? Автомобильных? Да. Ну, в общем, да. Понимаешь, да? А мне нет. Вот я смотрю 50-е, фильмы 50-х годов. Я вижу, как машины имели индивидуальный облик. Ой, мне тоже больше нравятся пухленькие, трогленькие. Сейчас отличить Nissan Qashqai... Нет, Юра, не об этом. Я в общем-то так. А то, что... Совершенно верно. Отличить Nissan Qashqai от Nissan Qashqai может только специалист. И все кроссоверы разных фирм имеют одинаковые мыльные очертания. Замельчайшими там фонарик тут, фонарик здесь. Стандартизация облика вещей. Одежда, машины, мебель, все что угодно. Икею одну возьмите, чего стоит. Стандартизация еды. Личностное приготовление еды резко уступило место кормилкам, которые производят одну и ту же еду для всех. Стандартизация искусства так называемого. Голливудские фильмы снимаются по одним лекалам, не мне вам рассказывать. Хэппи-энд практически обязательно. Да? Он ее любит, она его нет. Сон-то светит, все хорошо. Правильно? Вот. То же самое происходит с людьми. Делается все для того, чтобы вытравить из человека личностное начало и внедрить некий стандарт. Замечу, что стандарты нужны и необходимы. Например, если ты в России придешь к десяти разным отолерингологам с одним и тем же заболеванием, тебе поставят десять разных диагнозов и назначат десять разных лечений. В западной медицине это невозможно. В западной медицине действует система протоколов. Ты приходишь к врачу, проходишь стандартные анализы, соответствующие названным тобой жалобам. Получается диагноз, да? И после этого, вот с этим диагнозом, ты можешь обойти все больницы любого побережья. Тебе назначат, ну, за какими-то крохотными нюансами. Тебе назначат одну и ту же терапию. Тебя возмущает как бывшего гинеколога? Почему бывшего? Во-первых, я гинеколог стихийный с детства. Во-вторых, если ты имеешь в виду моего профессионального лечения, я бывший проктолог. Я понимаю, что для тебя одно и то же. Одно и то же, это реально. Но все-таки переводчика там, напоминаю, имеет место быть. Да, так вот, то, что происходит вот с этой бумажкой, отражает только ту тенденцию, к которой стремительно движется Россия. Вместе со всем миром. Со всем миром. В России это приобретает, Саша, некие индивидуально вопиющие формы по одной простой причине. У нас была другая традиция. Мы ее помним. Ну да, я просто скажу речь, если хочешь. Мы мучительно стараемся стать Европой, оставаясь варварской страной. Во всем, совершенно. И вот эти наши косметические бумажки, что мы пытаемся наши стандарты европеизировать и американизировать, это все, что может сделать наша власть для того, чтобы Россия считалась европейской державой. То есть ты считаешь, что это подгон под некий американский европейский стандарт? Конечно, безусловно. И еще раз хочу сказать, что чудовищная форма это принимает потому, что подгон под стандарт не соответствует глубинной сути подгоняемых. Ну да, собственно говоря... Понимаете меня, да? То есть если человек, не помывшись, польет себя сверху парфюмом, это будет отвратительно. Я бы сказал так, нельзя просто некие традиции, которые есть, наверное, отрывать их и насаждать здесь то, что может быть не свойственно. Ты просто меня прерывал. Я понимаю, что я много говорю. Ты нет, ты очень мало. Но просто не третий момент. Почему для России, для России, ну я скажу сейчас страшное слово, народ, почему для российского народа вот эти вещи косметические губительны совершенно. Потому что поэт в России больше, чем поэт. До сих пор ты считаешь? Это... То есть в России все больше? Кочегар в России больше, чем кочегар. Понимаешь? Вот поэт на Западе это поэт. А поэт в России это Шевчук. До сих пор? Обязательно. Шевчук поэт? Конечно. А, ну ладно. Ну как же? Ну посмотри по интернету. Ну ладно, ладно. Нет, я просто иду за... Это немножечко спорный тезис. Вас прошу. К чему это я веду? Я веду к тому, что литература... Вот здесь же смотри, перечисляется, да? Вопиющий, так сказать, акцент, болевая точка этого письма, заметь, это литература. Тут написано прямо, что литература в России больше, чем литература. Это государственно образующий фактор. Вы это слышали? Ты это сам прочел. То есть для нас русская литература не является русской литературой. Она является стержнем нашего бытия. Ужас. Ты меня напугал. Я сам боюсь. Вот почему, еще раз хочу сказать, да? То есть две формы, российскую ситуацию, два вот этих, два, так сказать, момента российскую ситуацию делают чудовищной. Попытка навести косметический лоск на никогда не мывшегося человека. И второе. Непонимание. Власть не понимает. Тех вещей, что литература, на литературу в России посягать нельзя. Человек, посягнувший на литературу, в России вырывает из России корень. Почему этого власть не понимает, объясняю. Потому что она дико некультурна сама. Ну, как любая власть. Нет. Я думаю, что... Нет. Нет. Ну, зачем? Нет, не любая. У нас были, конечно, властители дико некультурные, но был и господин Андропов, который, милочку, все-таки человек джаз любил, в винах разбирался, даже сам писал стихи. При всем странном поведении Ельцина он был очень культурным. Я только хотел... Вот ты у меня... Да. Ельцин очень много читал. Очень много читал, да. И, в принципе, речь послушайте. Михаил Сергеевич, Михаил Сергеевич, которого заставляла Раиса Максимовна, тоже читал очень много. И ходил по музеям. А вот эти господа, которые вот эти вот решения принимают, им похрену метель. Они думают, что пастернак от сельдерея отличаются только формой цветка. Да, я тут вспомнил один мультик. Вот, когда ты написал нам, что тут нечего обсуждать, и Андрюша написал, что обсуждать есть что, именно потому, что увидел в этом вот этих два момента, понимаешь, да? Нет, ты мне сейчас сказал про пастернак, я вспомнил очень интересный мультик, когда еще в бытность моя работа стоит в мультфильме. Там был мультик «Кролик с капустного огорода». Там просто кролик такой весь возвышенный, весь такой в книжках. Чем-то пустыне Орло, внешне напоминающий, кстати. Не надо, зачем ты? Вот это нехорошо. И он встретил девушку, которая влюбилась, которая жила на огороде. Она как раз к нему пришла, он хотел сказать, что пастернак у нас не растет. Вот, вот, замечательно. Вот, и пастернак не растет, у нас одна капуста. А капуста знаешь, что это такое? На Фенькином языке это бабло. Тонкий мультик. Тонкий мультик. Поэтому вот на что я хочу обратить внимание. Вот в чем трагедия этой ситуации. Понимаете? Да. Ну, ты заодно... Я за одно и за другое. ...задел очень серьезную тему, которую я позвал глобализации в нашей жизни вообще. А это мы обсудим отдельно потом. Просто мы перейдем к этому. Да, это хорошая тема. И это часть. Да. Я согласен, что внедрение вообще стандартов это и есть та самая глобализация. Безусловно. Которую мы обсудим отдельно. Совершенно верно. Просто ни в чем нельзя переходить в меру. Стандарты нужны, но в меру. Так вот, что я хочу, так сказать, чтобы закончить... Резюмирую. Да, резюмирую. Давай, давай. Можно? Друзья мои, я хотел бы выпить вот за что. Выпить? И каждого из нас в отдельности смогут следующие вещи. Можно? Это будет долгий перечень. Давай, давай, давай. Первое. Ну, я, конечно же, говорю с точки зрения мужчин. Ой. Я больше, так сказать... Как спасти женщину, я не знаю. Как спасти мужчину, я знаю. Это мужчина должен знать. Да. Нет, ну, может быть. Да, да, да. Но я не могу на ее месте находиться. Да, на ее месте сказать... А ты попробуй. Да. Юра. Немножко. Мне очень трудно в моем возрасте осуществить предлагаемое тобой мероприятие. Это никогда не поздно. Нет, знаешь, когда я был молод и серб... Так вот, друзья мои, первое. Надо любить женщину всей душой. Всем сердцем. Второе. Надо обожать свою профессию и быть в ней профессионалом. Третье. До последнего и в любви к женщине и в любви к профессии надо оставаться личностью. Вот эти... Прозит. За эти... Прозит и получает. Вот за эти... Я бы даже сказал Лыхаем. Вот за эти три кита не имея в виду мебельный центр, по поводу которого идут... Да. А имея в виду, так сказать, то, на чем земля стоит. То высокое. То высокое, на чем стоит все низкое. И держится, друзья мои. Ура. Берегите себя. Берегите себя. Берегите себя изо всех сил. До встречи. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok